Миома матки в настоящее время встречается все чаще, в том числе и у женщин репродуктивного возраста. Заболевание может спровоцировать преждевременные роды, невынашивание беременности, нарушение питания в узлах, что требует иногда хирургического вмешательства даже во время беременности. В областном центре материнства и детства города Раменское за последний год сделаны две такие операции. Одна из них была проведена в августе под руководством заведующего отделением патологии Александра Ифанова. Миома у 39-летней пациентки была обнаружена в ходе первого скрининга на УЗИ. Если брать классический подход к миомам, то беременность прогрессирует, за женщиной наблюдают в стандартных ситуациях. И, собственно говоря, вопрос о разрешении ставится во время доношенного срока. Конечно, локализация миоматозных узлов имеет огромнейшее значение. То есть, если это находятся миоматозные узлы в теле матки или размеры, они незначительные, небольшие, то, в принципе, это не является противопоказанием для самопроизвольных родов. А когда миоматозные узлы носят характер, скажем так, низкого расположения или перешечного, как в данной ситуации, и большие миоматозные узлы, они препятствуют рождению ребеночка через естественные родовые пути. Всю беременность пациентка находилась под наблюдением специалистов и строго следовала их рекомендациям. Решение о тактике родоразрешения принималось на доношенном сроке 39 недель. Данная наша пациентка поступила к нам в доношенном сроке. Был разработан план ее родорешения именно на операцию кесарево сечения. Почему? Потому что, во-первых, характер миоматозных узлов носил, именно их расположение было низким, перешечным. Размеры миоматозных узлов были большие, там более 10 сантиметров. Поэтому была выбрана тактика на кесарево сечение, чтобы было проведено. А интероперационно уже решался вопрос о расширении объема операции. В данной ситуации, как принято в таких многопрофильных учреждениях, был собран консилиум во главе с заведующим отделением, гинекологическим отделением нашего перинатального центра, так и совместно с акушерами, гинекологами, анестезиологами. Было принято решение, учитывая низкое расположение узла, его, скажем так, локализацию и его консистенцию, то есть узел был с нарушением питания, было выбрано решение об его удалении. Для того, чтобы удалить миоматозный узел во время операции кесарево сечения, нами применяется такая методика, как наложение турникета с целью уменьшения кровопотери во время инуклеации или удаления миоматозного узла. То есть турникет, собственно говоря, дает временное уменьшение кровообращения в, скажем, зоне удаления миоматозного узла. Поэтому было принято это решение, была проведена операция, был удален перешечный миоматозный узел, там до 10 сантиметров в диаметре стенки матки были восстановлены, и, собственно говоря, женщина была в удовлетворительном состоянии. Операция высокого уровня сложности, родоразрешение с последующей миомектомией, прошла успешно. Родилась девочка весом 2 килограмма 830 граммов, 53 сантиметра. Спасибо докторам. Себя я чувствую прекрасно, ничего не беспокоит. Спасибо всем, что помогли родиться на свет вот этому маленькому замечательному ребеночку. Еще ты придете сюда? Да. Коллектив Центр от всей души поздравляет маму и дочку, которую назвали Виктория, что означает победа.